Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня суббота, я еще продолжаю, 12 августа. Сегодня день рождения Пресвятого Николая Чудотворца. Я хотела вам напомнить, что он был рожден, родился 15 марта, вообще-то 270 года. Дело в том, что он родился и жил с 270 года до 343 года в стране Турция. Его называют Николаем Мерликийским. Он похоронен в Италии. Его останки были украдены тысячи лет назад купцами итальянскими и привезены в Берри. По-английски мне легко запомнить, потому что to bury something, to bury – это закопать. Вот так и называется городок. Я там еще не побывала, но, надеюсь, побываю. Значит, он жил с 270 до 343 года. Значит, получается 73 года. В 73 года он был епископом. Он был епископом, и это, получается, времена сильнейших гонений христиан. Гонения христиан, сегодня я прочла, прекратились в 313 году. Великое гонение, последнее, самое суровое гонение на христиан в Римской империи. Смотрите, но не только же в Риме. Римская империя, она была огромная. Она и вот в Англии, вот туда вот распространялась. Вот там, где в 200, в каком-то восьмом году отрубили голову святому Албану. Вот это прямо у нас рядом, вот эта вот деревня есть. Вот именно названа вот именем этого святого. Это до 200-й год. Сильнейшие гонения были при Диоклиане. Вот сколько я не прочитаю про святых. Там святая Марина, там многие были святые. Вот я читала последнее время, я обратила внимание, что именно при Диоклиане. И, да, начавший при императоре Диоклетиане. И продолжавшийся при его наследниках. В общем, с 303 до 313 годов. В принципе, смотрите, здесь 10 лет вот такие вот жуткие, но похоже, что он недолго царствовал. Но очень много этих вот, ну, людей казнил, христиан. Потому что я вот читала про пытки и про всё, что там вытворяли, это уже жуть. И я что вам хочу сказать, что, чтобы запомнить. Вот я уже запомнила, слава Богу, спасибо Господу, что пресвятой, святой Николай Угодник, его ещё мерликийским, и он епископом, и страна сейчас называется Турция. И он похоронен в Италии, то есть был украден из Константинополя. Был украден, а Константинополь, это тоже Стамбул, вот с той части, или вот он в Мерликии был похоронен. Но это потому, что это та же самая страна, вот то, что вот Турция сейчас называется. И ещё. В 303 году тетрархи Диоктлетиан и Максимиан Галерии Констанции Хлоры сдали эдикт, официально отменяющий гражданские права христиан, представляете, и требующий от них соблюдения традиционных римских религиозных практик. В дальнейшем были выпущены новые эдикты, направленные против священников, а также обязывавшие. А 313, это уже святой Николай, он уже святой Николай, он жил. Он жил, он жил на этой семье, на земле. Он и сейчас жив, просто в невидимом мире. Я его не видела, мы не видели, но Акафисты существуют, его биография существует. И я вас призываю молиться, не забывать, а вспоминать о своих святых, о наших святых, о наших святых, которые ждут наших молитв. И все время помнить, если вы хотите... Ну, смотрите, вот в суд вы обращаетесь к адвокату. Кто будет вашим защитником? Кто будет, кто будет нас всех проводить через вот эти вот бесовское полчища? Кто? Подумайте об этом. Особенно протестанты. Особенно протестанты. И, знаете, мне кажется, что вот зерно посеялось, это я за прошлое мое видео говорю, я имею в виду в мозгу моего мужа, который отказался от католичества, он не знает, куда примкнуть, и вот борется барон. И с этим его, с протестантами, то есть еще там застрял и говорит, что не нужны ему посредники. Я говорю, ну тогда тебе и не нужны адвокаты. Иди сам. К этим он, к судям. Я говорю, ты когда разводился с тремя женами со своими, ты же адвокатов брал. Ты адвокат, он говорит, вот ты должен сеть деньги, которые вот у тебя куча долгов появилось, это именно адвокаты. Адвокаты в Америке это очень дорогое удовольствие, это очень дорогие услуги. Я говорю, ну так это как раз вот, ты на адвокатов и потратился. Я говорю, значит, здесь на этой земле ты на адвокатов потратился, а ты думаешь, тебя вот сразу раз и перед Иисусом Христом поставят. Ты ему что скажешь? Говорю, не боишься? Здесь перестудил, и ты боишься, а вот реально боится же, боится же проиграть. А там что? А ад? Он, он, не знаете, существует. Преследование христиан в Римской империи. После своей победы над Максимианом Лицыни объявил 13 июня 313 года в Никомиде указ закончилось Великое Гонение 13 июня 313 года 313 года, представляете 313 года, 13 июня это закончились этих вот а это Пресвятой Николай, Николай Угодник, жив на этом свете и Константин, вот я еще уточнила сегодня Константин Великий, the great Roman Emperor, римский император жил с 306 по 337 год с 306 по 37 год. Я просто говорю, что вот гонение если вот в 313 там издали указ если издадут указ, это же нужно еще время, а сейчас вот такого, чтобы вот с монахами вот такое вот творили, причем все эти 200 сразу там раз и вот выкинули то есть прекратят это надругательство моими, мое видение надругательство происходит надругательство над королевством Пресвятой Богородицы над уделом а это это страшное дело страшное дело потому что вот эти вот все пожары в Словении сейчас сейчас нужны очень в Словении я тоже читала на днях читала здесь у себя вот там видео ставила вот про наводнение и так далее там нужны сейчас рабочие потому что посмывала вот дома и так далее вон на Гавайях тоже будет отстраиваться там вообще там все загорело то есть я вам уже говорю это не моя вина я на вот что я там не помолилась этим вот я говорю я я у меня путь вот Иисус Христос он путь я зачем я буду за собой вести на меня не надо смотреть вот смотрите себе вам Господь Иисус Христос дал всем сердце такое же самое как у меня душу такую же самую и вот мозг точно такой же самый и когда вот душа выйдет из тела если сейчас если нам начинают какие-то нотации читать и мы можем уши закрыть и вот там отвернуться как моя мать вот так вот закрывала уши там головой что-то качала это вообще это вот то там когда душа выйдет из тела это как будет себя вести там уши не закроешь там бесы будут терзать мучить и так далее вот и то что нам говорит Библия и если вот я верю в это поэтому я ищу заступников уже я ищу